Вопросы личные, но дело государственное. Веслава Павлюченок, третий год, воюет с жилищно-коммунальным хозяйством. Долгожданный капремонт принес в ее квартиру неожиданное похолодание. Зимой столбик термометра опускается ниже плюс 18 градусов. Проблема хоть уже и утратила сезонный характер, женщина опасается повторения ситуации. Сегодня по поручению Натальи Качановой, ее обращение взято на личный контроль министра ЖКХ. Глава торцевая квартира, там вообще, спальня торцевая, там вообще холодно. Стены они подключают, получается, спишь, как на улице. Наталья Ивановна сказала, что постарается помочь. Будем надеяться, что решится наконец-то. Жительницы Полоцка на прием пришли с просьбой подключить их квартиры к электроотоплению. Энергетики резюмировали. Пока для этого не хватает мощностей. Ближайший срок подключения здания к новой линии и подстанции 2030 год. Председатель Совета Республики поручила ответственным пересмотреть план и перенести установку оборудования и электроотопления на следующий год. Были и жалобы на транспортное сообщение. Одного из густонаселенных районов Полоцка часто транспорт не приходит вовремя, а иногда его отменяют без предупреждения. Реакция на жалобу была незамедлительной. Наталья Качанова поручила разобраться с этим вопросом представителю Витебска облафтотранса. Вы разберитесь, посмотрите внимательно. Ну надо, ну добавьте рейс еще. Ну все-таки это большие районы. Третья Боровуха, там же много людей живет. Дороги вы сейчас отремонтировали. Ну пустите транспорт. Не должно быть проблем у людей с транспортом в городах и районах. Не должно. Нерешаемых проблем нет. Просто иногда для этого нужно время. А иногда элементарное человеческое участие. Житель Полоцка Геннадий Кремень долго добивался установки памятной доски от супервостроителю. Благодаря вмешательству Натальи Качановой просьбу решили в сжатые сроки. Сегодня на мемориальном комплексе «Первая палатка» в Новополоцке прошло открытие барельефа. Написал письменную благодарность. Спасибо ей большое. Побольше нам таких руководителей, как Наталья Ивановна. Палатка всегда символизировала у нас в Новополоцке, как что-то святое, хоть куда можно действительно провести внуков и действительно показать, на чьем примере надо воспитываться. За прошлый год членами Совета Республики рассмотрено порядка 7,5 тысяч обращений. Проведено более 350 прямых телефонных линий и более 700 личных приемов граждан. Понятно, что закон под всех не пропишешь, и каждая сложная ситуация требует индивидуального рассмотрения. Практика личного общения с представителями парламентского корпуса зарекомендовала себя и дает людям уверенность в том, что они никогда не окажутся один на один со своими проблемами.